Капитальный ремонт единственной транспортной артерии для четырёх сёл Новоскольского округа стартовал в апреле. За это время дорогу заменили на 7-километровом участке. Первый участок это с нулевого километра по шестой, второй участок это с 24-го километра по 26-й километр. На первом участке у нас выполнено устройство основания методом холодного ресайклинга и устройство двух слоёв покрытия. По ГОСТу полотно состоит из двух марок асфальтобетонной смеси. Автомобильный трафик на этом участке, небольшой легковушки и сельхозтехника. Аналогичное движение и на втором. К его ремонту приступят в следующем году, но студенты уже проводят здесь геодезические изыскания. От создания нашего проекта зависит всё в принципе. Если изначально мы заложим неправильную информацию, то ничего хорошего не получится. Мы всегда заходим самые первые и уходим самые последние, потому что потом после построенной дороги мы уже делаем исполнительную съёмку готового объекта. Для студентов-стажёров Дмитрий Полянчев – эксперт и наставник. Под его руководством практику проходит пять человек. В университете на втором курсе пришёл старо работать. И в этом году защитил диплом, и вот сейчас остаюсь работать. Работа очень ответственная, потому что, если брать, например, на предпроектной стадии, то от наших съёмок и наших расчётов идёт формирование той же сметы. На местности геодезисты определяют точные координаты реперных точек. Эта командная работа называется полевой, но есть и камеральная. Построение графических моделей местности, заполнение документации. Возможность сочетать разные виды профессиональной деятельности и привлекла Марину Синегубову. Мне порой бывает тяжело долго сидеть за компьютером. Вот так можно выехать, посмотреть на объект. И в то же время всё равно полевые работы для девушек тяжеловаты. И удобно совмещать офисно, и зная работа одновременно. И, в принципе, очень радует, что позволяет даже с первого курса уже получать опыт и учиться именно тому, чем будешь заниматься в будущем. В будущем по сконструированной геодезистами 3D-модели местности будет работать фрезерная техника и автогрейдеры. Благодаря точным данным дорожники ликвидируют неровности, исправят их с учётом поперечных и продольных уклонов. И даже когда с асфальтом закончат, геодезисты вернутся сюда вновь с контрольной съёмкой объекта. Оксана Черных, Сергей Олихвер, Глеб Лыгерев. Такой день на Мире Белогория.